привет репза вы спрашивали вы интересовались когда будет новое подобное видео и вот спустя 8 месяцев я наконец-то снимаю видео в котором мы с вами будем вспоминать такую эпоху как эпоху vhs вспоминать как это было и главным образом что мы будем делать это мы будем искать дописки на вот таких вот старых видеокассетах если кто не понимает что за движуха то поясню я когда был мелким я часто любил развлекаться тем что искал на видеокассетах какие-нибудь дописки как правило это удел пиратских видеокассет я очень любил аниме и довольно часто пираты любили когда оставалось свободное место на кассете дописать туда что-нибудь иногда это было аниме иногда это могли быть какие иностранные телепередачи или мультфильмы иногда музыка а иногда даже например эротика что сами понимаете в подростковом возрасте тоже было очень интересным явлением и вот я развлекался тем что искал такие дописки и иногда действительно находил для себя какой-то самый настоящий клад по крайней мере для меня во времена когда не было интернета и был действительно большой информационный голод для меня действительно могло стать определенным вкладом и сегодня мы с вами посмотрим 5 видеокассет которые оказались у меня в руках три из которых кстати оказались благодаря постоянному зрителю каналу диме дипи рамон вы наверняка видели его на стримах в комментариях и дима спасибо тебе большое что сделал этот выпуск возможным вот у меня есть пять видеокассет на которых в теории в теории я не знаю точно потому что я их не смотрел могут быть дописки потому что на всех пяти видеокассетах всего по одному фильму а каждый из этих видеокассет если я не ошибаюсь каждая из них по 180 минут то есть по три часа одна даже вот 195 минут то есть каждая кассета трехчасовая и всего по одному фильму да ни один из этих фильмов не является властелином колец поэтому наверняка там есть свободное место и пираты могли что-нибудь написать давайте мы сегодня вместе с вами изучим эти видеокассеты посмотрим чем они могут нас удивить и еще параллельно мы с вами рассмотрим вот такой журнал журнал видео с премьер о кино который также выходил 90-е годы ну чтобы просто погрузиться немножко больше в эту атмосферу и чест и есть еще один парадокс ни один практически фильм который сегодня будет и практически ни один фильм который есть в этом журнале я не смотрел поэтому в этом вопросе я крайне рассчитываю на вас на вашу активность комментариях что вы мне будете подсказывать какой фильм стоит посмотреть какой не стоит о чем они и вообще будете делить своим мнением о том что я сегодня буду вам показывать я сегодня для себя открою много нового надеюсь вы тоже откроете для себя много нового давайте помогать друг другу в этих ностальгичных воспоминаниях и в восполнении каких-то пробелов которые возникли если вдруг кто-то из нас чего-то не посмотрел и давайте сейчас еще сделаем одну небольшую паузу и после этого уже приступим к поиску того самого клада на старых видеокассетах снова привет тут я мог бы рекламировать какой товар или услугу но место свободно и я подумал почему бы мне не прорекламировать себя где логика спросите вы ведь мы и так уже смотрим твое видео на твоем канале а я отвечу что логика есть потому что я знаю что некоторые смотрят мои видео не подписавшись на канал это раз и во вторых уж тем более они не знают что свой канал я делаю уже более семи лет за это время я снял около 150 видео около 130 из которых доступны для просмотра на данный момент из них обзоры на фильмы и целые франшизы совершенно уникальный для русскоговорящей аудитории ютуба проект но пой ноги в котором мы с друзьями и единомышленниками показываем и рассказываем о том каково это действительно увлекаться видеоиграми в россии я охотился за играми в других странах и рассказывал об этом вам вы можете посмотреть репортажи и съемки с разных мероприятий и из разных прекрасных мест и все это тоже есть на моем канале я специально для вас брал интервью и общался с массой интересных людей которых вы уже знаете или узнав которых точно об этом не пожалеете я советовал книги кино и мультфильмы для вас и ваших детей рассказывал совершенно уникальных ни на что не похожих играх я привлекал к участию своих роликах других интересных видеоблогеров и авторов я снял большой фильм о культовом журнале великий дракон и до сих пор снимаю целый цикл о коллекционировании и об играх для консоли ps3 он так и называется интересная ps3 и да цикл не закончен выпуски еще будут обязательно я снимаю цикл об играх для консоли xbox под названием 5 боксов я разобрал немало фильмов снятых по видеоиграм среди которых например супер братья марио и последняя фантазия я рассказывал о том как бы я изменил концовку питфу и даже нарисовал ее я показал вам как собрать своими руками стеллаж для своей коллекции объяснил таким же как и я взрослым людям что же такое майнкрафт и регулярно вспоминаю о разных любимых мной играх metal gear solid golden x3 или что-нибудь для panasonic 3do например а еще и регулярно провожу стримы где с удовольствием общаюсь со зрителями канала в прямом эфире и параллельно прохожу и изучаю вместе с вами совершенно разные игры в общем оглядываясь назад я понимаю что действительно вложил очень много сил в этот канал и я понимаю что всего этого не было бы если бы не было с вашей стороны интереса к тому что я делаю хочу ли этим заниматься дальше конечно хочу идеи масса но вы понимаете что сейчас этим заниматься стало гораздо сложнее и вы это именно те люди кто действительно может напрямую повлиять на судьбу моего канала например оформив спонсорскую подписку на бусти сервисе на котором я с большим удовольствием веду свою страничку там уже есть довольно много уникального материала который вы не найдете больше нигде в том числе статьи об играх распаковки интересных изданий и видеоролики которые не очень вписываются формат канала но зато прекрасно чувствует себя именно там на моей бусти страничке а еще и регулярно провожу там конкурсы и вообще стараюсь благодарить спонсоров совершенно разными способами в том числе упоминая их каждом ролике в титрах ну и конечно я всегда рад тем кто подписывается на сопутствующие странички чтобы быть в курсе новостей обо мне и моем канале это это соцсети фотографии выкладывать надо ну вы поняли да и группа в вк и конечно телеграм-канал где новости тоже появляются самую первую очередь совместно и с той соцсетью где фотографии ну вы снова поняли да в общем как обычно все ссылки найдутся в описании спасибо вам большое за поддержку и спасибо что посмотрели эту рекламу до конца и первая видеокассета которая попала ко мне в руки содержит один фильм и сами понимаете если видеокассета 180 минутная трехчасовая и один фильм трехчасовых фильмов бывает очень мало да в основном это полтора-два часа соответственно этой кассете может быть какая-то дописка здесь один фильм называется он сеть по-английски днет так и написано на вот это вот наклеечки в ролях написано сандра балок или булок да наверное правильно говорить и режиссер ирвин винклер ирвин да наверное его зовут и винклер я не смотрел этот фильм я не знаю о чем он поэтому давайте я сейчас кассету вставлю магнитофон бегло просмотрим несколько кадров из фильма сеть заодно я надеюсь вы мне напишите хороший это фильм или нет а потом перемотаем и посмотрим что же был дописан в конце если здесь есть какая-то дописка для меня это секрет для вас тоже погнали характерное шипение веечесовская уже слышится у меня был в прошлый раз старый ламповый телевизор но на нем очень плохо все видно поэтому я решил заменить его на более современный но надеюсь это не помешает атмосфере надеюсь что у вас фантазия ваша и воспоминания все-таки сыграет свою роль и вы вспомните что на самом деле видеофильмы конечно надо смотреть на совсем других телевизорах не на современных долго ничего не начинается давать чуть перемотаем начинается это реклама нечастое явление на пиратских видеокассетах на самом деле рекламу вставляли больше видеокассет лицензионные что это за реклама что это за фильм я пока что понять не могу мне кажется этот фильм я не смотрел судя по всему какая-то романтическая комедия или что-то вроде того не знаю что за фильм когда уже скажете его название at first sign это было название фильма судя по всему да честно говоря не знаю что за фильм не знаю как он переведен был на русский язык посмотрим что дальше а вот судя по всему начинается уже и фильм и это было это было здорово до включать какую новую видеокассету когда начинался фильм начиналась какая-то магия если кто-то узнает переводчика напишите тоже что за переводчик сделаем погромче спасибо за информацию я вам очень благодарен возможно ли что произошла какая-то ошибка неправильный анализ такое случается какие-то серьезные дела происходят сразу же с первых кадров нам показывают что здесь нет никаких игрушек все очень серьезно люди в пиджаках люди в очках все это наталкивает на мысль что шутки кончились кстати интересный факт мой сын которому чуть меньше восьми лет сейчас да он практически не воспринимает фильмы с одноголосным переводом он даже плохо воспринимает фильмы где перевод многоголосный но он наложен поверх английского языка то есть ему сложно воспринимать мы другое поколение да мы были воспитаны на вот таких вот фильмах поэтому мы совершенно спокойно можем их смотреть а вот ему сейчас довольно сложно это делать не знаю где сандра булок о смотрите играет вольфенштейн кто-то играет вольфенштейн на пока это сандра булок и судя по всему она какой-то хакер или сис админ я не знаю явно человек который хорошо смыслит в компьютерах и смотрите что произошло во время игры вольфенштейн 3d она обнаружила какой-то вирус да ну сейчас мы с вами понимаем что выглядит это довольно бредово но тогда видимо было нормально и фильм сеть судя по всему подразумевает что здесь какие-то дела идут вокруг интернета вокруг каких-то компьютерных вот таких вот событий любопытно я бы посмотрел по крайней мере когда фильм начинается с кадров игры вольфенштейн это уже как-то приятно вот но давайте уже посмотрим что записано после этого фильма потому что тут то в общем то все понятно как было написано фильм сеть смотрите пошли титры на час 54 пошли титры и сейчас после титров получается есть еще чуть больше часа на видеокассете и если пираты оставили это место пустым то черт возьми они совершили двойное преступление потому что ну вы представляете какой был ресурс до в то время насколько был ценен этот час с него можно этот час можно было записать с телевизор агент мультфильмы там еще что-нибудь в общем если они о смотрите здесь опять реклама того самого фильма который был в начале это нам не надо это нам не интересно чего не так пытаются продать нам этот фильм а вот после рекламы что-то еще да есть что же это the very best of кто этот человек элтон джон сэр элтон джон я бы сказал сторона 2 судя по всему это было записано с лазерного диска да я так понимаю никита или никита что это все правильно это судя по всему клипы сэра элтона джона давайте посмотрим все ли здесь в элтоне джоне или будет что-то еще я не буду долго оставлять играть песни потому что сами понимаете авторские права я не видел этого клипа элтон джон судя по всему где-то в россии да потому что только в россии ходят таких шапках же правильно постоянно я вот тоже на улице выхожу я всегда одеваю такую шапку надеваю да правильно говорить потому что но без такой шапки в россии не выжить я считаю вот смотрите модный элтон джон поет какой-то романтичную песню красавицы россиянки в модной шапке я не знаю что за песня я не сильно знаком с творчеством элтона джона скажем так в детстве я бы наверно не сильно обрадовался такой находки на видеокассете но сейчас я понимаю что это неплохо для взрослых людей у которых точно также был информационный голод которые были постарше и хотели слушать иностранную музыку а тогда иностранная музыка была сами понимаете такой же желанной как и любое иностранное дело который доходил до нас большой задержкой я думаю что взрослые люди могли быть довольны такой находкой я бы как ребенок так подоболомался бы скорее всего я бы это переписал бы записал бы сюда какие-нибудь каких-нибудь мышей рокера с марса с телевизора дельное соображение да молодой элтон джон продолжает жечь на сцене я перемотаю еще немножко вперед практически до конца посмотрим мало ли может там что-то еще будет все то же самое элтон джон элтон джон ну такая вот первая находка у нас музыкальная элтон джон сами решайте хорошо или плохо поехали дальше следующая кассета с фильмом французский поцелуй здесь не написано длительность этой кассеты к сожалению состояние у нее такое себе но судя по количеству пленки она большая вот и фильм здесь один кассета фирмы коника французский поцелуй мелодрама м райн к клайн не знаю кто это такие не знаю что за фильм мелодрамы в детстве не любил да и сейчас как-то к ним отношусь так довольно прохладно но здесь наверняка может быть что-то дописано в конце кассета кстати не перемотанная поэтому сейчас я отмотаю немножко назад посмотрим первые кадры ну не первое а несколько кадров из фильма французский поцелуй посмотрим что он из себя представляет а потом чтобы не мотать далеко вперед вернемся и посмотрим что было написано в конце а вот у нас и сразу же практически французский поцелуй на экране какая-то драма разворачивается нас не обманули поцелуй есть драма есть все в порядке до качество записи такое себе на самом деле а это симпатичная актриса да она снималась в не спящей в сиэтле такая миленькая миленькое лицо у нее ну давайте все таки перемотаем вперед если вы смотрели этот фильм если он хороший хотя принципе это актриса нравится она вроде в каком-то дерьме не снималась может быть и стоит его посмотреть напишите тоже в комментариях если этот фильм стоит посмотреть давайте перемотаем вперед да 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 мэг райн да мэг райн это же она симпатичная такая да перемотаю на 10 минут вперед титры интрига интрига что же что же записано на этой видеокассете может быть стоит выключить не все тайны дано нам знать так ричард элман представляет что это что это такое это похоже тоже на какой-нибудь начало какой-нибудь музыки да неужели опять музыка опять музыка судя по всему но с какой-то анимации что это такое возможно кто-то из вас уже узнал что это такое думает господи евген что происходит неужели ты не знаешь это великое произведение а я действительно не знаю что это такое все вот эти вот анимационные вставки очень похожи на какие-нибудь французские фантастические мультфильмы старые как вот рене лалу например что это наверняка это какая-нибудь великая группа да за которой меня сейчас застыдят но я не узнаю я не знаю кто это он играет на чем это лютня это лютня или что это такое господа кто разбирается в таких музыкальных инструментах подскажите что это за инструмент я не знаю что это я до сих пор не понял что это что-то мне вот пока не нравится честно говоря пока мне не нравится такой я не слушаю и не слушал какие-то странные волосатые люди играют на каких-то лютнях даже сэр элтон джон мне был как-то понятнее эти люди какие-то блаженные немножко о пошел рок-н-ролл до рок-н-ролл пошел все-таки пожалуйста напишите в комментариях что это за великая группа если вы ее очень любите а я ее не узнал простите сердечно не моя музыка явно что это вот прям я вот прям вот такое я не слушал вот такие вот дела давайте перемотаем еще вперед посмотрим может быть было еще что-то после мало ли но я сомневаюсь честно говоря вторая кассета подряд у нас музыкальная я знаю что здесь будет еще одна музыкальная кассета потому что там даже написано что там музыка дописана ну вот такое бывало тоже можно было искать искать кассеты и находить там музыку я ничего не подготавливаю я смотрю вместе с вами и вот видите какой высокий процент был музыкальных дописок в то время на 40 минут перемотали вперед я думаю пока что достаточно лохматые люди продолжают петь значит мир продолжает жить своей жизнью небо по-прежнему синие вода во прежнему мокрая лохматые люди поют давайте еще чуть перемотаем больше чем на час мы уже ушли вперед от той точки когда начался концерт ну да в общем здесь ничего не меняется ну да ничего не меняется по-прежнему здесь происходит какая-то классическая роковая вакханалия поэтому давайте не будем уже досмотреть дальше тем более у нас на очереди еще три видеокассеты и журнал который мы наверное вот прямо сейчас давайте и посмотрим немножко прервемся а потом вернемся к видеокассетам перед нами журнал видео аз премьер журнал который мне подарил андрей на наши недавние сходки андрей спасибо тебе огромное теперь благодаря тебе мы можем посмотреть чем жили люди в девяносто втором году в плане видеофильмов потому что это журнал девяносто второго года номер шестой на обложке у нас образец для подражания очень многих мальчишек девяностох жан-клод ван дам если я не ошибаюсь это кадр из фильма двойной удар хотя честно говоря мог уже и забыть внутри у нас реклама других изданий от видео аз тут же статья владимира борьева одного из основателей видео аз и тут же небольшое содержание как видите действительно оно небольшое журнал совсем не толстый информации в нем не так уж и много на следующей странице очень крутой арт с джеки чаном ну не то чтобы он прям был сильно здесь на себя похож да и джеки чан насколько я помню не настолько накачан но все равно арт классный прям такой в духе времени и большая статья о джеки чане джеки чане человеке и пароходе просто легендарном актере талантливейшем очень крутом каскадере в общем регалий у него полно во всех смыслах хороший человек но правда там ходят какие-то скандалы вокруг него ходили да но я не знаю насколько все это правда дальше у нас статья о фильме волшебная сказка в ролях аль пачина мишель пайпер я не смотрел этот фильм честно говоря хотя актерский состав как бы намекает что надо бы это сделать не знаю о чем тот фильм но действительно любопытно также у нас здесь информация про фильм у каждого своя правда с кевином костнером джо пеши и томили джонсом между прочим и я тоже не смотрел этот фильм как я говорил практически ничего из того о чем я сегодня буду говорить я не смотрел поэтому я рассчитываю на вас что вы мне подскажете стоит оно того или нет у каждого своя правда смотрите как все интересно сверстана до информация о фильме здесь и она переносится сюда да не сюда как хотелось бы как вроде было бы логично а вот сюда вот да и все это отдельно вот таким вот лидиями довольно странная верстка ну да ладно музыка дюра не знаю что за фильм честно говоря дальше у нас фильм золотой возраст гангстеров в ролях дастин хоффман николь кидман брюс уиллис между прочим тоже этот фильм не смотрел и задаю себе вопросом где я был почему я не видел всех этих фильмов с такими культовыми актерами тоже скажите свое мнение если смотрели этот фильм насколько он хорош стоит ли это сделать фильм сверходаренный тоже не знаю о чем этот фильм судя по всему о каких-то детях за фильм о сверходаренных детях не берутся случайно ну да это фильм о каких-то одаренных детях наверное хороший джоди фостер между прочим режиссер этого фильма я не знал что джоди фостер еще и снимает фильмы снимала наверное да так же она еще и снимается в этом фильме это тоже довольно любопытно и здесь реклама четырех фильмов из которых я смотрел только один это фильм обратная тяга прекрасный фильм рона ховарда очень крутого режиссера который снял один из моих самых любимых фильмов останься со мной по стивену кингу и вот этот фильм тоже очень круто если вы не смотрели такой фильм про героев нашего времени да про людей которые занимаются таким опасным ремеслом как пожарное дело и тут какие-то еще французские фильмы и я не знаю что это а вот что это написано обратной стороне в и варшавский назывался тот фильм обратная тяга как я сказал бартон финг полный финиш новая амплуа кэтлин тёрнер в и варшавский вот у нас кстати информация про этот фильм можно почитать что он из себя представляет и дальше у нас информация про фильм если в доме шпион но это французский фильм я честно говоря не большой поклонник французского кино очень выборочно я могу что-то посмотреть из французских фильмов хотя конечно кинематограф у них на уровне и дальше у нас вот эта красота это плакат к фильму роки 5 я люблю все части руки мне не важно первая пятая там какая часть роки для меня это что-то прекрасное что-то для души поэтому очень рад что здесь такой вот плакат находится русское кино золотая лихорадка у нас здесь видимо статья про русское кино кому интересно что происходило с русским кино в девяносто втором году можно почитать эту статью в этом журнале я не знаю есть ли сканы в интернете этого журнала но мне кажется при желании можно найти опять же реклама четырех фильмов ни один из которых я не смотрел тоже похоже что все это французское кино встреча с венерой другой похититель детей старуха идущая берегом моря не смотрел ни один фильм и тут у нас некоторые называют это любовью большая статья про эротику даже есть немножко взрослого контента но тут такое качество печати что вряд ли вы что-то разглядите довольно большая статья про эротику в кино есть небольшие кадры из фильмов кадры из фильма слияние двух лун кадры из фильма дикая орхидея такой культовый был фильм до в 90-х и ротический я думаю все о нем слышали и и дальше у нас продолжение статьи и довольно много выдержек про кино про кино и про эротику в фильмах смотрите есть про девять с половиной недель тоже культовый фильм нет выхода привидение да он такой отчасти немножко эротический фильм да можно сказать хотя все-таки он таким не воспринимался некоторые любят погорячее белый дворец в общем много места в этом журнале уделили такой теме как эротика в кино немножко информации про продюсера дэвида паттема честно говоря не знаю что он продюсировал но судя по всему какой-то известный продюсер информация журнале и реклама все журнал очень тоненький на самом деле всего лишь 24 страницы не несет большого количества информации на мой взгляд но если он стоил недорого в свое время да и выходил довольно часто то мне кажется имело смысл его покупать если ты был фанатом видеофильмов а таких было полно но в любом случае очень рад что у меня есть такой экземпляр хотя бы один я все-таки считаю что фильмы я люблю хотя бы один экземпляр в коллекции пусть будет лежать день в тумбочке и греть душу андрей еще раз тебе большое спасибо третье видео кассета на сегодня тоже с одним фильмом и это фильм как здесь написано остросюжетный детектив лауреат двух оскаров девяносто пятого года обычные подозреваемые в ролях стивен болдвин один из восемнадцати тысяч болдвинов габриэл бирн и чес палминтьер не знаю кто это такой точно так же как не знаю кто такой габриэл бирн уж простите 180 минутная кассета опять же один фильм значит есть шанс что в конце что-то дописано не перемотанная кассета опять же на начало нам придется немножко отмотать назад чтобы не испортить себе сюрприз а потом ну заодно посмотрим кадры из этого фильма да а потом отмотаем вперед и посмотрим что там дописано на 46 минут отмотали обратно мне кажется этого более чем достаточно о ничего себе то есть это хорошие актеры снимаются да если ты знал что созданок знаете от него зачем он дал тебе деньги чтобы ты сбежал ты был помест на корабле он хотел чтобы я остался в живых какая-то перестрелка смотрите судя по всему это действительно какой-то остросюжетный детектив опять же нас не обманывают пираты то есть это какой-то корабль да на котором происходит какие-то действия да там промелькнул один из болдуинов я их путаю всегда не знаю кто из них алик кто не алик уж простите меня тоже за это если кто-то прям очень любит этих актеров и его это оскорбляет вот такие вот дела происходят нет на корабле кокаина поэтому давайте перемотаем вперед не смотрел этот фильм но честно говоря вроде выглядит неплохо ну такой старенький какой-то судя по всему боевичок и опять же если смотрели этот фильм то скажите свое мнение стоит ли его посмотреть не стоит или сейчас он будет выглядеть уже как-то неуместно знаете есть такие фильмы которые не устаревают вообще до которые можно смотреть постоянно неважно сколько времени прошло есть такие фильмы которые по какой-то причине ты когда смотришь спустя много-много лет он кажется тебе уже таким устаревшим вот я не знаю какой категории относится этот фильм поэтому опять же рассчитываю на вас как говорил в начале этого выпуска ни один из этих фильмов я не смотрел даже не знаю что вам про них можно еще рассказать ну кевин спейси все таки да кевин спейси все таки как-то притягивает своей персоной к этому фильму я не припомню с ним плохих фильмов я с ним были странные фильмы да ну прям чтобы сказать плохие что тут не припомню актер он хороший как ни грузи да это все еще этот фильм судя по переводчику но но я так понимаю что скоро он должен закончится глаз алмаз называется да вот он и закончился титры и интрига смотрите даже титры не стали дописывать и интрига что у нас что-то в конце да есть что-то еще дописали компания new horizons представляет какие-то новые горизонты какой-то фильм что ли какой-то фильм дописан я не знаю почему он не был обозначен на видеокассете мне кажется пираты были плохими маркетологами что ли да потому что два фильма явно могли продаться лучше чем один мария форд великая мария форд в главной роли ого вот это круто вот это круто не просто терминатор а еще и враждебный терминатор я не знаю что это за фильм впервые слышу такое название судя по всему это какая-то фантастика категории b давайте немножко перемотаем вперед если кто-то знает что за фильм тоже напишите пожалуйста стоит его посмотреть или нет о чем он вообще но будь я вот в том времени да когда я был пацаном я бы порадовался то что было до этого да ну как-то нормально наверное да но тут враждебный терминатор смотрите тут сразу же происходит какая-то химия а химия она в подростковом ну или в детском возрасте она как предполагалось это обязательно пробирки колбы жидкости смешал дымок пошел и получился какой-нибудь адский мутаген который всех превращает в лютых зомби да ну примерно так это все воспринималось так давай чуть-чуть перемотаем что здесь происходит о то что здесь происходит нам смотреть не надо это опять же связано с тем самым наркотиком о котором говорили в прошлом фильме какой-то ученый закинувшись порошком что-то изобретает смотрите он создает безжалостного воина смотрите этот человек создает безжалостного воина и это было круто вот это я его посмотрел в свое время конечно я не то чтобы любил всякий трэш я уже мог отличать да хорошие фильмы от таких себе но все равно какая-то красивая девушка кстати смотрите относительно да я хочу посмотреть что будет впереди какая-то компьютерная графика присутствует смотрите человек виртуальной реальности находится вот так вот выглядела виртуальная реальность в году 90 каком-то я не знаю в каком году выходил этот фильм ньютон ньютон вот такие вот дела так давайте перемотаем немножко вперед посмотрим может быть мы увидим что там за враждебный терминатор как он выглядит господи враждебный терминатор это же надо было так назвать фильм самое главное что вот эти фильмы враждебный терминатор там да я не знаю какие там еще были охота на мутантов да это все создавал же взрослыми людьми ну то есть взрослые люди целыми командами огромными с большими ну относительно конечно других фильмов нет но все равно существенными суммами собиралось и все вместе делали такие фильмы это одновременно и вызывает уважение и с другой стороны вызывает какое-то недоумение да до сих пор нету враждебного терминатора о смотрите что-то происходит с его спокойно спокойно что-то было одному из них явно плохо из него я не знаю из какой части тела выскочил какой-то червь и куда-то уполз из спины из спины так перемотаем еще немножко вперед ну конечно в таких малобюджетных фильмах когда происходит какие-нибудь страшилки вылезают какие-нибудь монстры все всегда происходит в темноте все всегда происходит мельком ты не успеваешь рассмотреть как это все выглядит потому что ну на деле все это выглядит наверное плохо и режиссеры операторы все пытаются скрыть это разными приемами чтобы люди больше додумывали как это все на самом деле ну наверное здесь будет такая же ситуация но пока я вообще не вижу никаких вот таких вещей подвигаем тюбили что ли уже наконец таки если это враждебный терминатор он же что должен делать убивать правильно и половину фильма конечно надо еще показывать от первого лица этого самого существа да которые там всех убивают когда все расплывчатое тоже ничего не понятно но все это добавляет атмосферу такой прием который еще в хищнике использовался только там это было круто а как правило в таких вот фильмах это все выглядит просто ну как бы так нелепо да и ты просто ничего не понимаешь это время господи покажите нам уже враждебного терминатора смотрите крутая девушка в коротенькой маечке с пистолетом и рацией не знаю стал бы я смотреть это сейчас ну так по приколу вообще на самом деле иногда можно если кто-то смотрел скажи свое мнение тогда бы мне бы наверное понравилось тогда бы я кайфанул по крайней мере я конечно понял что это не фильм там уровня того же хищника да например но какой-то тем не менее фантастический фильм про какое-то странное существо тогда бы не зашло неплохая находка то есть я бы ее оценил бы как неплохую о смотрите кто это видно его тень видно его глаз смешное лицо у него было покажите нам по-человечески мы требуем чтобы нам показали враждебного терминатора где черт возьми враждебный терминатор покажите нам его нет я понимаю что это художественный прием в принципе люди которых он убивает они тоже его не сильно так хорошо рассматривают да он появляется как-то очень быстро но это совсем бессовестно они вообще ничего не показывают они показывают у ползающего человека вот и что-то что-то очень сумбурное на него надвигающиеся короче мне это надоело враждебного терминатора никто нам показывать не хочет я бы уже устал я бы устал уже от этого и возмущался бы честно говоря где покажите нам нормально как правило в таких фильмах его показывают в конце да в самом конце когда его убивают последние кадры там какие-нибудь его более-менее хорошо должно быть видно вон он там какой-то чучело как вон видите как болотная тварь какая-то что это конечно качество VHS еще не способствовал до хорошему рассмотрению этого монстра вот такой фильм не знаю пишите хороший нехороший вот он смотрите вот этот вот монстр что-то ломает все равно плохо все видно непонятно ничего ничего не понятно погнали дальше у нас еще две видеокассеты ну вот более-менее какая-то находка да интересная для подростка 90-х фильм враждебный терминатор после фильма обычные подозреваемые в принципе кассетку я бы оценил как хорошую такая достойный экземпляр мне это по крайней мере интереснее чем музыка по крайней мере было на тот момент даже вот такой трэшовый фильм как враждебный терминатор все равно было бы прикольно да его посмотреть в то время но у нас еще впереди две кассеты и следующая кассета на ней фильм часовой супер боевик 96 года написано ураганный боевик 96 Ричард Бурджи не знаю кто такой Ричард Бурджи актер ли режиссер ли здесь у нас такая вот бумажечка распечатанная на струйном принтере такого было много в 90-е опять же кассета 195-минутная соответственно наверняка там что-то дописано в конце потому что пираты люди практичные посмотрим но она не перемотана нам придется перемотать опять на середину назад и посмотреть несколько фильмов из фильма часовой несколько кадров из фильма часовой а потом посмотрим что там было дописано довольно сильно я уже перемотал обратно на полтора часа ну потому что кассета была практически в конце но в фильме есть вертолет это уже какой-то бюджет да а если вертолет еще и взрывался это говорило о том что фильм вообще высокобюджетный потому что взорвать вертолеты это вам не хухры-мухры да я так думаю что этот фильм и есть часовой да может быть действительно какой-то хороший фильм какой-то неплохой боевичок но съемка была комбинированная так себе что это такое сразу же началось что-то другое я не понял что это такое типичный правда фильм закончился или нет это титры конечные фильма ничего не понимаю это не похоже на конечные титры фильма просто там голос какой-то анонс сделал что там будет дальше мастера угроз мастера угроз что это дэвид раш Джеймс Белуши Джон Кэнди и Дэн Экруид в искрометной комедии мастера угроз интересно это реклама я не смотрел этот фильм актеры прикольные про байкеров не знаю что это какая-то реклама а по какому поводу демонстрация это батенька труящие сидут на тушинский рынок типичная такая реклама 90-х да реклама тушинского рынка странно чем другие чем другие помню я эту рекламу тушинский вещевой рынок лучше чем другие интересно снова какая-то реклама нет что-то начинается какой-то сериал суть по всему часовой а нет это судя по всему вообще сериал часовой это какой-то сериал поэтому и титры были странными в конце этого фильма а сейчас часть вторая судя по всему это сериал ну давайте перемотаем тогда вперед существенно вот так вот да могли под видом фильма впихнуть сериал смотрите часовой супер боевик и все больше ничего не написано не написано что это сериал там сколько серий просто можно было подумать что это какой-то фильм полнометражный боевик а на деле это оказывается каким-то сериалом давайте еще немножко перемотаем посмотрим может быть что-то будет после второй серии этого сериала может быть их всего две я не знаю я немножко расстроен 195 минут видеокассета я думал здесь один фильм и будет что-то интересное дописано в конце а это сериал судя по всему пара тройка серий ну наверное пара серии если получать вторая все еще часовой ну пираты а ну вот реально могли впарить вот какую-нибудь дичь да под видом фильма вот так вот любишь ты какие-нибудь супер боевики такой супер боевики именно приходишь на тот же рынок покупаешь видеокассету приносишь ее домой включаешь а там сериал какой-то ну сами понимаете что в телевизионном сериале особенно того времени не могло быть такой крутизны как показывали именно в больших полнометражных фильмах да крутые сериалы были но вот все равно большие фильмы да которые показывали в кино они все равно были ну несравнимо круче чем сериалы а могли вот впарить что-то такое ну в конце концов это тоже эпоха да это тоже часть того времени видеокассеты вообще часто преподносили сюрпризы в том числе мы сегодня и занимаемся тем что смотрим какие сюрпризы они могут преподносить я тебе советую исчезни никуда я не забираюсь а если ты считаешь что твои дружки сумеют сделать из меня призрака советую тебе спуститься с небес на землю что прямо сейчас хочешь давай 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 так конец второй серии судя по всему и если сейчас ничего не будет в конце дописан то все эта кассета у нас закончилась да сюрпризов от нее ждать больше наверное не надо ничего больше нету на этой кассете это явно что-то телевизионное что было записано на видеокассету и подано под видом супер боевика часовой вот такие вот дела последняя кассета у нас осталась и давайте посмотрим что на ней это у нас фильм македонский александр македонский написано судя по всему что-то историческое да логика все-таки какая-то какая-никакая в моей голове присутствуют и тут написано что дописка так и написано музыкалка опять же все распечатано на струйном принтере александр македонский фильм я не смотрел давай сейчас посмотрим несколько кадров из него и посмотрим что из музыкалки осталось в конце может быть там какая-то крутая музыка наконец-таки будет что-нибудь что вставила бы тогда в те годы но сначала давайте несколько кадров из фильма македонский пусть живет нет пусть умрет знаете фильмы они меняются все время по динамике со временем старые фильмы очень старые фильмы они очень медленные долгие планы длинные паузы и со временем фильмы становились все быстрее и быстрее которые даже старые не динамичные но круто смотрятся а есть такие фильмы который ты думаешь господи как все долго как все долго происходит в этом фильме какое-то они не смотрят что они может я шурчат по обложке на самом деле очень хороший Не, ну, понятное дело, смотрите, костюмы, декорации здесь вопросов нет, да? Но темп повествования, ну, уже видно, да? Давайте посмотрим, что за музыкалка дописана в конце этого фильма. Конец. Делу венец. И посмотрим, что дописано в конце на этой кассете. Да, действительно, какая-то музыка. Что-то начинается, что-то вроде бы ритмичное. Человек ездит на больничной койке. Довольно странно. Как долго это происходит, вступление, да, какое-то? Пиротехника, да, все дела. Явно это какой-то большой концерт. Кто это? Ну, что-то очень большое. Народу дофигища. Почему вы не написали, кто это? Они ничего не поют. Они просто поют о-о-о. Уже 10 минут. Я не знаю, кто это. Если вы знаете, пожалуйста, скажите в комментариях, кто это. Ну, вроде бы неплохо. Но 10 минут петь в о-о-о, это было странно. Но тут уже какая-то музыка, да, которая более мне привычная. То есть такие песни можно послушать иногда. Это что-то такое более приятное для моего слуха. Но не знаю, что это такое. Я думаю, что под такую романтичную песню мы и будем заканчивать сегодняшнее видео. Ну, вот такие вот дела у нас сегодня случились, да. Сеть фильм был дописан концертом Элтона Джона. Французский поцелуй был дописан странной музыкальной группой, где лохматые люди пели какие-то блаженные песни. Не знаю, что это за группа. Фильм «Обычный подозреваемый» был дописан фильмом «Враждебный терминатор». Его я бы, наверное, посмотрел бы в свое время, но вряд ли бы стал каким-то фанатом и потом вспоминал бы, о, какой я фильм тогда нашел. Поэтому, ну, как бы нормально. Скажем так, это самая была такая интересная находка из сегодняшних. Фильм «Часовой» оказался вообще сериалом. И было записано две серии на кассете. Никакой дописки там не было и в помине. И «Александр Македонский» фильм был дописан музыкой, которую я тоже не распознал. Я не знаю, кто это. Это что-то стадионное, но я этого не знаю, не распознал действительно. Ну, что-то более-менее привычное, что я могу послушать. Но все равно тогда, будучи подростком, я бы этому не обрадовался, скорее всего, потому что я ожидал бы что-нибудь такое более крутое. Вот таким у нас получился сегодня выпуск. Если вам понравился этот формат, то я буду продолжать снимать его дальше. Не знаю, с какой периодичностью. Все зависит от того, как у меня будут появляться такие кассеты. Сами понимаете, появляются они не часто. Именно кассеты, на которых в теории могут быть какие-то дописки. И еще, если вам это понравилось все, то вы, конечно, знаете, что делать. Ютубовские ритуалы всегда работают. А еще я напомню, что у меня есть страничка на Boosty. Там есть свой уникальный контент. Для тех, кто оформляет спонсорство на Boosty, вы меня этим очень поддерживаете. И я стараюсь радовать вас в ответ. Есть группа в Телеграме. Есть Нельзя грамм, где я пощу разного рода фотографии. В общем, все ссылки вы найдете в описании. И на этом, наверное, все. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok